О включении специфичной для России профессии чумработницы в общий перечень профессий страны говорили на заседании экспертного совета приуполномоченным по правам человека в Ненинском округе. И не только. Далее подробности. Это была первая очная встреча экспертного сообщества приуполномоченным по правам человека с момента введения режима повышенной готовности в регионе в связи с пандемией коронавируса. Как отмечают уполномоченные в докладе о своей деятельности за 2020 год, пандемия наложила отпечаток на все сферы жизни, внесла свои коррективы в работу с гражданами. Мы понимаем, что 2020 год внес коррективы в нашу жизнь. Мы понимаем, что стало развиваться цифровое разумное пространство. Мы перестроили свою работу как институт государственной правозащиты и сделали все максимально возможное от себя для того, чтобы люди могли иметь доступ к защите своих прав, несмотря на такие очень сложные условия, на режим ограниченной деятельности всех государственных органов, органов местного субправления и должностных лиц. За помощью комбудсмена в 2020 году обратились 478 человек. Характерная особенность обращений – отстоять право на здоровье и жизнь. Складывались разные обстоятельства, когда заболевшие ковидом и те люди, которые не знали, как, допустим, войти даже в семью, к родственнику, должны были максимально получить в этом случае исчерпывающие консультации, как с медиками, так с психологами, так с социальными работниками. И мы должны были объединить вокруг этого человека максимально всех людей, от которых зависела защита прав этого человека, от которых зависело благополучие и от которых было более человеку понятно, как действовать в этой ситуации. Среди других вопросов, с которыми обращались к уполномоченному жители Ненецкого автономного округа, касались жилищных проблем трудового законодательства сферы образования. В рамках заседания экспертного совета обсудили соблюдение прав коренных малочисленных народов севера в Ненецком автономном округе. В настоящее время в округе коренное население представлено ненцами численностью около 7,5 тысяч человек. Большая часть ненецкого населения занята в традиционной отрасли хозяйствования – в оленеводстве. Более тысячи человек ведут кочевой и полукочевой образ жизни. Оленеводческую деятельность в округе осуществляют 25 хозяйств различных форм собственности. В оленеводстве занято 11 семейно-родовых общин коренных малочисленных народов севера. В большинстве регионов с проживанием коренных народов оленеводство, как основная отрасль хозяйствования, урегулирована специальными законами об оленеводстве. В Ненецком автономном округе такой закон был принят в 2016 году. Государственная поддержка в оленеводстве направлена на сохранение оленеводства, увеличение объемов производства, первичной обработки и реализации продукции оленеводства, обеспечение сохранения и рационального использования оленей в пастбищ, социальную защиту оленеводов и членов их семей. Жители тундры, все СПК Ненецком автономного округа получили право оленной земли на 49 лет. В настоящее время федерального закона о северном оленеводстве, комплексно объединившего бы весь пласт регионального законодательства и государственные программы по развитию оленеводства, нет. Поэтому экспертное сообщество выступает за принятие такого закона, как и за достойную оплату труда работникам отрасли. Сегодня в оленеводство приходят люди, которые не просто там 6-5 классов. Сегодня у нас в оленеводстве, я наверное, для вас будет открытие, оленеводами работают люди с высшим образованием. А как можно дать ему какую-то квалификацию, зарплату от того, что он считается рабочим 5-го разряда. Сегодня у нас суммработница, имея среднее специальное образование, есть единичные случаи, но они имеют тоже высшее образование. Открытым остаётся вопрос по включению федеральные нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые и пенсионные права и гарантии профессии чумработницы. В настоящее время в общероссийском классификаторе профессии не установлена профессия чумработницы. В ряде регионов чумработниц приравнивают к оленеводу 3-го разряда. При выходе на пенсию женщине необходимо будет доказывать соотношение стажа с профессией в судебном порядке. Поэтому эксперты считают важным урегулировать данный вопрос. Признание чумработницы самостоятельной профессии подчеркнёт уважение к повседневному труду женщин-тундры. Позволит мотивировать молодых девушек на выбор данной профессии и продолжение традиции коренных малочисленных народов Севера.